Приветствую, меня зовут Василий Зверев, вы смотрите Блог Гойда. Здесь мы говорим об агрессии России против Украины, о пропаганде, политике и жизненных реалиях в условиях войны. Соловьев умиляется тому, какие у нас красивые люди воюют. Вот душа-то светлая. Ему вторит Симоньян, которая считает, что мы и вправду другие. Вы посмотрите, мол, какие у них женщины в армии. А посмотрите, какие у нас просто красавицы. Ну, какие у нас красивые люди. Это, конечно, удивляет. Ну, какой же у нас красоты люди. Душа такая светлая. Ну, прям вот от них такой энергии заряжаешься, таким пониманием жизни. Потрясающий народ. Потрясающий. Девочки эти, конечно, поразительные. Вы видели? Мы, конечно, вот правда другие. Видели же военнослужащих там женщин, на кого они похожи. А эти сидят чуть ли не в окопах на передовой, накрашенные, с прическами. Вот эти вот челочки, понимаешь, все в форме. Просто красавицы. Удивительные. И я не могу понять, как могут быть люди, которые против русских людей. Вот как их не заряжает вот это все гордостью. Как они могут не болеть, не переживать за наших ребят. Как они могут не быть им благодарны. Как они могут не молиться о них каждый день, видя их. Что это за люди вообще, удивительно. Знаете, иногда кажется, что диалоги реальных психически больных людей намного более содержательны, чем, простите, эти высеры на публику от пропагандистов. Ой, как же долго России придется отмываться от этого путинского дерьма. Удастся ли? Перейдем к делам военным. На связи военный консультант Владислав Селезнев. Владислав, я вас приветствую. И давайте традиционно начнем с краткооперативной сводки. Что происходит на линии фронта? Ситуация на фронте также остается крайне сложной. Есть три основных точки приложения российских военных усилий. Они продолжают атаковать наши позиции в районе Бахмута, в районе Авдеевки, в районе Маринки. Невзирая на многочисленные заявления разных экспертов и должностных лиц, мол, вот-вот у России наступит тот самый снарядный голод, непосредственно наши военнослужащие последствия снарядного голода со стороны российской оккупационной армии не испытывают. Потому как россияне комбинируют ведение своего огневого воздействия. Они используют артиллерию, они используют минометы, они используют штурмовую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских сил обороны. Поэтому ситуация там крайне сложная, наиболее сложная традиционно в районе Бахмута. Там россияне контролируют большую часть города, бои идут непосредственно в центре города и постепенно перемещаются ближе к железной дороге, а это значит уже в западную часть города. Ну и ключевой момент, который пока еще позволяет нам держать под контролем город-крепость Бахмут, это наличие той самой дороги, которая соединяет большую землю с городом-крепостью Бахмут. Хотя и там ситуация непростая, россияне пытаются атаковать эту дорогу, максимально оттеснить ближе к этой дороге украинских десантников, которая обеспечивает ту самую горловину, через которую проходит та самая дорога. Поэтому ситуация остается крайне сложной. Но опять же, в очередной раз президент Украины Владимир Зеленский подведет буквально следующую фразу. Мы будем держать Бахмут до тех пор, пока это будет возможно и эффективно. Потому для кого не секрет, что россияне во время штурмовых действий несут огромные потери, как же в силе, так и в технике. Я тут с вами согласен. Следует вспомнить, что позавчера в Варшаве президент Украины как раз сделал подобное заявление. Он сказал, что да, в Бахмуте все очень сложно, но говорить о том, что Бахмут находится под контролем России, пока точно нельзя. Но при этом мы не делаем акцент на удержание Бахмута любой ценой, потому что для нас очень важно сохранить личный состав. Примерно так звучало заявление президента Зеленского. Еще одна тема, о которой хотелось с вами поговорить. Я хочу сейчас процитировать заявление замглавы Офиса президента Украины Сибиги, которое он сделал в интервью для Financial Times. Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя, и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Конец цитаты. Издание отмечает, что разговор идет конкретно о полуострове Крым, и по словам журналистов, слова Сибиги могут помочь западным чиновникам, которые до сих пор сомневаются в победе Украины в войне с Россией и боятся ядерной эскалации, помогут этим западным чиновникам поверить в победу. В этом контексте у меня такой вопрос. Напомню, до сих пор украинские власти отказывались от ведения любых переговоров с Россией и относительно территориальных вопросов заявляют, что Украина должна вернуть под свой контроль все свои территории. Что происходит сейчас? Почему меняется риторика? Только ли из-за опасности ядерной эскалации? Безусловно, есть такая, скажем так, устоявшаяся фраза. Какая драка самая лучшая? Ответ очевиден. Та драка, которая не началась. Думаю, что представители Офиса Президента исходят из следующих соображений. Если возможно закрыть трек для оккупации Крыма путем дипломатических разговоров, то, собственно говоря, этот трек должен быть реализован. Но в этом случае, как только Украина освободит юг Кирсонской и Запорожской области, переговорные позиции Украины будут значительно сильнее, эффективнее именно в контексте переговорного трека. Поэтому тут мы должны понимать буквально следующее. Переговоры на условиях, которые не устроят украинскую сторону, не состоятся никогда. Потому что и консолидация украинского общества, и позиция украинских военных такова, что не будет переговоров в части оставления под контролем Крыма, Крыма под контролем российской оккупационной армии. Исключительно вопрос о деоккупации Крыма в том или ином формате. Поэтому, если будут созданы предпосылки для переговорного трека, и он будет реализовываться, это хорошая история. Если же таких предпосылок не будет, и, соответственно, переговорного трека не будет, значит, далее украинские силы обороны будут реализовывать тот самый план мероприятий, связанный с деоккупацией как Крыма, так и Севастополя. С нами был военный консультант Владислав Селезнев. Поехали дальше. Пожилые россияне рассказали, как они относятся к Путину. С большим уважением отношусь я к Путину. С огромным уважением. Я думаю, сейчас ему очень тяжело. Но он у нас такой умница. И я спасибо ему за все, за все. Лично у меня претензий нет. На протяжении у своего правительства, он повышал, например, пенсионный возраст. Ну, видите, нас это уже не коснулось. Мы уже на пенсии были, когда это все повысилось. Как вот он сейчас живется в условиях санкций? Санкции? Ну, что все буквально есть. Единственное, что цены подросли или выросли. Но оно все терпимо. Пока лучше нет. А куда все делись? Перевелись за последние 20-30 лет. Ну вот, например, какой-нибудь там Навальный или еще до него были. Кто такой Навальный? Для вас не кандидат. Нет. Это ерунда на постном масле. Отлично. Я отношусь просто с любовью. Дай бог ему здоровья, сил, терпения и благополучия. Нашему Путину президенту. Лучший президент мира. Я хорошо. Я считаю, что этот человек всех выдерживает. Все выдерживает. Надо уважать, например, главу государства. Это обязательное условие для существования государства. Надо уважать. Если не уважаешь, боли за этой страну. Отрицательное. А почему? Вы сами видите, какая обстановка. Потому что война – это плохо. Вот говорят, что защищают свои исторические границы. Исторические границы несоизмеримы, как говорится, с человеческой жизнью. Человеческая жизнь ни с чем несоизмерима. Нельзя ставить жизни и границы. Что должно перевешивать? Конечно, жизнь. Тем более молодых. А я считаю, что они глупые. Ведь они на митинг против Путина ведут. Потому что в этой жизни они должны еще ему ноги целовать. Путин? Я не знаю. Я Путин люблю. Мне нравится, как он работает. А вы что, против Путина? Я нет. Просто вот до вас женщина отвечала, что она против. Как раз потому, что война началась. Ну что, Путин не виноват, что война началась. Путин же не напал, а защищается. К Путину? Да. Две руки. Две руки за? Или я сдаюсь? Да, да. Две руки. Надо поднять страну. И все. А все эти страны остальные – это сатана. Очень плохо то, что молодое поколение сейчас умирает на Украине. Вы знаете, а в 41-м году умирали тоже. Они Родину защищают нашу. Так что, куда деваться? Так вот был устроен мир. Мужчины всегда воевают. Меня не волнует повышение пенсионного возраста, потому что я уже на пенсии. Меня не волнует повышение цен, потому что у меня уже есть все, что мне нужно. Это просто жесть. Что будет дальше? Меня не волнует, что люди умирают, потому что я жив? В Госдуме предложили признать феминизм экстремистской идеологией. С инициативой разработки такого законопроекта выступил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Вот эти самые феминистские, практически все, после 24 февраля выступили за мир они у нас. Они выступили против СВО, против все руководительницы крупные, все эти организации, против СВО и так далее. Ну, казалось бы, ничего удивительного, казалось бы, ну, женщины за мир, это логично, это вроде как и нормально и так далее. Но если мы посмотрим на их подруг, так сказать, и сестер на Украине, то те выступили почему-то не за мир, а выступили за то, что нужно воевать с русскими. Многие, значит, феминистские пошли и записались добровольцами и говорят, что вот истинный феминизм состоит в том, чтобы служить с оружием в руках, в СВО. То же самое на Западе. Мы не видим там феминистских организаций, которые поддерживают мир, выступают за мир, они все выступают против России и так далее, и так далее. То есть, эта организация и сеть этих организаций у нас в стране, это почва для экстремистских действий. То есть, там вот среди навальнистов, среди феминисток и так далее, вот этих вот всех людей вербуют. Я, кстати говоря, поправку хочу подготовить по поводу запрета феминизма как экстремистской идеологии. Потому что реально, СВО это показало, это иноагентская экстремистская идеология. Вот и этот пример, тем более сейчас показывает, что это радикальная экстремистская идеология, которая просто ведет просто напрямую к терроризму. Потому что именно там нашли человека, который готов был осуществить террористический акт, именно зная об этом. Я на всякий случай напомню феминисткам. За экстремизм дают до 12 лет. И не надо думать, что принятие такого закона невозможно. Тюремный срок за слова «нет войне» тоже поначалу казался абсурдом. Вишенкой на этом экстремистском тортике можно считать приказ Миноборнауки России, согласно которому в учебную программу вузов включат дисциплину о противодействии экстремизму и терроризму. Отличная программа! А то в вузах делать-то совсем нечего. Зачем России врачи, инженеры, программисты? Лучше пусть рассказывают, как отличить закладку от бомбы. Это просто праздник какой-то. Вот она, Россия, устремленная в будущее. Напомню, на днях Финляндия официально вступила в НАТО, став 31-м членом альянса. Скобеева распереживалась из-за этого. Но боевик Алаудинов успокаивает ее. Говорит, Россия скоро победит, а НАТО развалится, и Америка перестанет существовать. НАТОвцы складываются полное ощущение, выводов никаких не сделали из наших действий. Я имею в виду начало специальной военной операции на Украине. С сегодняшнего дня плюс 1040 километров границ с НАТО. Я сейчас имею в виду, разумеется, вступление в Финляндию, в Североатлантический альянс. В этой связи наши действия. Окружают, обкладывают. Все круче действует и выглядит все это, как будто бы совсем ничего не боятся. Нас обкладывать блок НАТО начал уже давно. НАТО – это хищническая организация, по сути, которая поглотила огромное количество государств. То есть эти государства сегодня, по сути, являются, наверное, рабами этого блока НАТО. Естественно, Россия на сегодняшний день в этом мире является самым лаковым куском для этого блока НАТО. Могу с уверенностью сказать, что Россия в этой битве выиграет, потому что мы находимся на стороне Бога, а Бог находится на стороне России. И естественно, после того, как эта война завершится, блок НАТО перестанет существовать. Перестанет существовать в таком формате и Америка, и те государства, которые являются ее сатаритами. Поэтому сегодня идет битва не на жизнь, а на смерть. И в этой битве мы должны понимать, что если мы с вами не сконцентрируемся, не соберемся все вместе, не приложим все усилия, не направим все наши ресурсы на эту битву и на эту победу, мы в конечном итоге, конечно, можем перестать существовать как государство и как идентичность. Именно тот случай, когда насмотрелся на НТВ всякого дерьма про деда Вангу. Гаагская преступница, и по совместительству, прости господи, омбудсменша Львова Белова, рассказывает, что похищенный и насильно усыновленный украинский ребенок бегает за ее родными детьми с криками «Съем москаленка». Важный фактор, когда ты занимаешься этим делом, когда ты содействуешь в семейном устройстве детей из наших новых регионов, важно, чтобы ты был знаком с темой и важно, чтобы ты понимал, с какими проблемами семья может столкнуться. Я сейчас приезжаю в регион и встречаюсь с теми, говорю, ребята, я вас так понимаю, у меня так же. А давайте попробуем такой способ. Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко, что все проходит без каких-то там трудностей, тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит «Съем москаленка», но я понимаю, что это связано не с ним, а это связано с той пропагандой восьмилетней, которая была на территории Мариуполя, антироссийской пропагандой. Но мы сейчас любим друг друга. Меня сын начал называть мамой. Вот сегодня у нее день рождения, в 12 часов ночи мы его поздравляли, подарили ему торт, шарики, телефон. И он сказал, что в последние несколько лет дни рождения его не праздновались. В общем, для него сейчас это очередные новые положительные эмоции. Как вам история? Один мой знакомый сказал, что подобные рассказы – это то же самое, что сказки про евреев, замешивающих мацу на крови христианских младенцев. Кстати, о церковных служителях. Пример того, как православие головного мозга стоит на защите скреп и нравственных ценностей. Московский поп считает, что для профилактики надо сжигать украинцев солнцепеком. Кто не знает, это такая тяжелая огнеметная система. Уничтожать их без всякого сомнения, говорит божий человек. Константинович, как вам кажется, какое еще должно быть решение, какие нам нужны меры, такая профилактика того, что не должно повториться, того, что мы видим сейчас в Киево-Печерской лавре? Солнцепек. Это нужно выжигать. Совершенно так. Мне сказали, ой, это не христианский, подхристианский, вполне. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Или пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам, служителям Валаама. И с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения. Только ветхозаветная этика, и они только этот язык, только они и понимают. Достоевскому приписывают следующую фразу. Все, что взяли русские от православия, это перекреститься перед тем, как зарубить вас топором. А вообще, для тех, кто подзабыл библейские притчи, я напомню, кто посеет, ветер пожнет бурю. Признанный классиком русской литературы 20 века, Виктор Астафьев много писал о войне. Рассказывал о ней всю правду, жестокую и беспощадную. Послушайте, что в одном из интервью говорил о войне писатель Фронтовик. Мне кажется, это видео должны увидеть все, кто хочет повторить. Ну что, неужели немцы воевали действительно лучше, чем мы, русские? Во всех отношениях лучше. А как же там и войну-то выиграли? Кровью, большой, большими жертвами. А разве можно Великую войну, если она Великая война, а не мелкая какая-нибудь, выиграть только кровью и только мясом? Оказалось, можно. А чем бы мы воевали? Когда мы в 41-м году сдали в плен 3 миллиона, мы сдали регулярную армию, кем мы воевали-то? Мы довоевались до того, что в 44-м году в окопах уже появились язвенники, какие-то кривоногие, кривожилые, когда по четвертому разу, по четвертому ранению из госпиталя стали возвращать на передовые людей. Это что такое? Говорим об бесчеловечности. Вот она. Хорошо было сказано у Симонова, когда он вел передачу, замечательную передачу, что всю правду войны знает только народ. Когда я поработал над военной книгой, я понял, что Симонов не прав. И народ не знает всей правды. Знает только Бог всю правду о нашей войне. Настолько она преступна, настолько она кровава, такая всеобъемлющая. Так в нее много вошло всего. Мы расстреляли миллион человек на фронте. Миллион. Кто может еще себе позволить? Это может позволить люди, которые провели коллективизацию, стреляя налево-направо. Люди, которые 12 с чем-то миллионов держат за решеткой и столько же охраняют их, придумывая им всякие преступления. Мы работали за пятерых, за десятерых, потому что эти сидели морды. Истребляли наш народ, а он истреблялся. Вот ведь в чем дело-то. И закончить хочу еще одной цитатой Оставьева. Надо не героическую войну показывать, а пугать ею. Ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать людям о войне, чтобы не забывали носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, в гной, в слезы. Конец цитаты. Не забывайте, что любая война – это сущий ад. Меня зовут Василий Зверев. Вы смотрели блог Гойда. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Как вы это любите. Субтитры сделал DimaTorzok